В 1755 году, то есть более 200 лет назад, императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Первого Московского университета. Теперь в этот день принято отмечать День студента. Праздник стал всероссийским уже при императоре Николае I. Именно он обозначил дату 25 января днем высших учебных заведений страны. А вот наименование Татьянин день праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Но сегодня наш рассказ не только не о студентах, а о главных героинях этого праздника, девушках, которых зовут Татьянами. Две подруги-тезки, студентки одного факультета по специальности технолог мяса и мясной продукции Щелковского колледжа. Умницы, красавицы, у каждой из них своя история выбора дела сей жизни. Первая наша героиня пошла по стопам отца, который в свое время также учился на технолога мяса в учебном заведении, в котором теперь обучается его дочь. Для Тани приготовление еды – дело семейное. Она мечтает в будущем стать шеф-поваром, для этого прилежно учится, постигает все тонкости кулинарного искусства и с улыбкой признается, что помимо мясных блюд, очень любит выпечку. Я предпочитаю выпечку. Я люблю готовить яблочный струдель, разные пирожки. У меня это получается. Вместе с отцом мы готовим, он меня учит. И здесь, я думаю, тоже получу много навыков. А вот вторая наша Таня – настоящий гурман. Она любит пробовать новые необычные блюда и мечтает научиться готовить, если не все, то большинство из них. Но порой девушка обращается и к самым обыкновенным рецептам. Расскажи, как проходит твой самый обычный завтрак? Что ты любишь готовить? Ну, на завтрак я люблю готовить омлет с сыром и помидорами. Расскажи, как ты его готовишь? Самый обычный омлет, что тебе для этого нужно? Для этого мне нужна сковорода, лопатка. Так как я люблю готовить его с сыром, мне для этого нужна терка. Желаем всем Татьянам в этот день всего самого прекрасного, ну а студентам всегда только легких сессий. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Черного, зеленого и...